Накануне «Стражи порядка на дорогах» отметили 78-ю годовщину образования ГИБДД. По доброй традиции в Подмосковье прошел культурно-спортивный праздник. На этот раз в Звенигороде. Туда приехали сотрудники ГАИ со всего региона. С места событий Ольга Донченко. Химки вперед! Химки вперед! Химки вперед! Яркая форма и бодрый дух. Химкинскую команду сложно не заметить. Юрий Синчихин принимает участие в спартакиаде уже восьмой раз. Мужчина признался, что не пропустил ни одного соревнования. В принципе, все как всегда, все по высшему уровню. И всегда нам это нравится. Ощущение приподности всегда. Ощущение, что мы находимся на высоте. Началось мероприятие с торжественной части, в которой члены правительства и управления ГИБДД Московской области поздравили всех участников с профессиональным праздником. Примите поздравления и наилучшие пожелания по случаю 78-й годовщины со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения. От всей души желаю сотрудникам и ветеранам ГИБДД МВД России по Московской области здоровья, благополучия и успехов в службе на благо России. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Приятный подарок для участников преподнесла погода. Теплое солнце пришлось как раз кстати. Все состязания проходили на свежем воздухе. Ключевым событием стал конкурс по перетягиванию каната. В Спартакиаде приняли участие порядка тысячи сотрудников госавтоинспекции. Самых лучших выявляли в легкоатлетической эстафете, подтягиваниях на перекладине и конечно же гиревом спорте. Также на мероприятии работает ретро-выставка, на которой представлено свыше 10 различных моделей. И у каждой служебной машины есть своя история. Так, например, вот эту машину изначально хотели назвать родиной, спросили совету Сталина, на что он сказал, а сколько же стоит родина. Не найдя что ответить, машину назвали победой. А сколько стоит победа, Сталин знал. Ольга Донченко, Валерий Алексеев, Служба новостей.